Ну и давайте вот мы перейдем к все-таки главной теме дня, главной теме последних недель, месяцев, это, конечно же, война. Сейчас вот основная история, которую вы слышите, это вот то, что Украина вернула себе контроль над частью территорий, путинские войска их оставили, это прежде всего северные киевские направления, и там вскрывают совершенно жуткие факты ужасающих военных преступлений, которые вот переплюнули зверства Милошевича и войны в Югославии в 90-е годы, действительно сравнимы с тем, что нацисты творили во времена Второй мировой войны, но вот сейчас все обсуждают и ждут, будет ли решиться ли Путин на какое-то новое наступление на Донбассе. Он увел войска с киевского направления, и вот военные аналитики говорят о том, что идет приготовление полномасштабное к новому наступлению для того, чтобы захватить как можно больше территорий Донбасса. Путину не удалось захватить какие-то значимые территории и города в ходе полутора месяцев войны против Украины, и у него светит вот их такой сакральный диктаторский праздник 9 мая, который они делают своей такой основой государственной пропаганды и мифологии. Им, конечно, к 9 мая нужно принести в клюве нашему глубинному народу какую-то победу. И вот, собственно, пока побед нет, пока есть только одни поражения, пока что пришлось полностью оставить киевское направление. Вот вопрос, что предпримет Путин в оставшиеся уже меньше месяца для того, чтобы все-таки попытаться продемонстрировать россиянам, что он не зря все это кровавое месиво затеял, а чего-то там якобы достиг. Вот сейчас, значит, все обсуждают вот эту историю с возможным наступлением на Донбассе. Там по некоторым направлениям оно фактически уже идет. И вот мы сейчас об этом немного поговорим. Но это вот главная дискуссия последних дней по поводу военной диспозиции. Этого наступления все ждут. И украинские власти говорят, что они ожидают такой самой масштабной мясорубки, самого масштабного сражения со времен Второй мировой войны. Действительно, вот я просто очень хорошо, я жил в советское время и помню все эти материалы о Второй мировой войне. Тогда это тоже была основа советской мифологии. И вот то, что мы видим, к сожалению, я никогда не думал, что я буду видеть это в 21 веке. Это мы возвращаемся к вот этим всем дугам, танковым, значит, атакам, ракетным обстрелам и так далее. Это происходит буквально вот в нескольких сотнях километров от нас с вами. Это происходит на территории Европы современной, Европы 21 века. Это, конечно, невозможно просто себе представить. Ну вот покажите карту того, что происходит. Честно говоря, вот эти карты стали жутко популярными в последние дни. И уже все, мне кажется, школьники в младших классах обсуждают вот эти стрелочки и направления возможного движения российских войск в ходе наступлений на Донбассе. Ну, то есть понятно, что Путин хочет отхватить какой-то важный большой кусок территории. Скорее всего, занять оставшиеся районы Луганской и Донецкой областей. Возможно взять Харьков, соединить вот эти вот войска, которые с северо-востока атакуют Харьков с войсками, которые находятся на южном направлении. Возможно отрезать украинские войска в котле. Мне все это кажется очень-очень странным. Я понимаю, что Путином движет вот такое желание реванша и какой-то атаки последней надежды, когда он собирает остатки боеспособных войск для того, чтобы что-то вот принести и показать россиянам в качестве своего достижения. Но тут не так все просто. Дело в том, что вот там противостояние на Донбассе шло 8 лет. У украинских войск довольно укрепленные позиции сейчас. У них появилась возможность для того, чтобы дополнительно укрепиться и подготовиться к этой путинской атаке на Донбассе. Вот в последние недели, когда путинские войска оставляли киевские направления. То есть чуть-чуть была небольшая возможность передышки. И кроме того, здесь важный момент, что тут нет вот этого фактора внезапности, который был в целом с нападением на Украину. Многие этого нападения ждали, о нем говорили. Но, тем не менее, вот где, как, когда, где будет основной удар, в какой именно момент, это было все там окутано некоторой неопределенностью. И вот этот фактор неопределенности давал Путину серьезное преимущество. Здесь-то, в общем-то, такого нет. То есть украинские войска к этому более-менее готовы. Если Путин сейчас действительно начнет масштабное наступление на Донбассе, первый вопрос, который возникает, это, ну он встретит действительно очень подготовленное, довольно ожесточенное сопротивление. Тем более украинской армии появилось больше вооружений. Идут серьезные международные поставки. Сейчас мы об этом поговорим. Это вот первый вопрос к тому, на что Путин рассчитывает. Второй вопрос, это чем и кем он будет воевать. Потому что мы говорили с вами о том, что Путин потерял наиболее боеспособные войска в ходе первых полутора месяцев боев. Очень многие его, так называемые, батальонно-тактические группы, передовые, как раз которые готовились для захвата Киева, захвата городов, многие из них разгромлены, действительно очень большие потери. И кроме этого там моральная обстановка в войсках достаточно тяжелая. Вот одна из вещей, которую я хотел с вами обсудить, это вот эти случаи массовых отказов военных росгвардейцев ехать в Украину. Например, Павел Чиков из Агоры рассказал о том, что уже из 17 городов военные отказались ехать в Украину воевать. Это очень серьезный масштаб. Это то, что, понимаете, это вот то, что мы знаем от Агоры. Они многих из них защищают в судах, потому что этих военных росгвардейцев пытаются увольнять. Но, тем не менее, вот они подают в суд, многие из них подают в суд на армию, на росгвардию. И в том числе коллеги из Агоры вот помогают защищать их интересы. Масштаб уже очень серьезный. То есть, это не какие-то там несколько дезертиров, а речь идет о сотнях, возможно, тысячах военных, которые отказываются воевать. Вот, например, главред газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин сообщил о том, что около ста псковских десантников отказались ехать в Украину. Я напомню, что псковские десантники, вот эта 76-я дивизия, это элитное подразделение, которое традиционно участвовало в захвате Крыма, оно участвовало в операциях в Сирии. И вот это считается там одной из тех передовых подразделений, которым Путин и его военная верхушка гордятся. Но, тем не менее, мы видим, что есть реальная такая информация, что уже вот очень большое количество, там около сотни, возможно, больше псковских десантников отказываются в этой мясорубке путинской участвовать. Ну и вот, что касается оценки потерь путинских войск, то вот, например, СНН на днях опубликовала ссылку на европейских чиновников, которые говорят о том, что примерно треть российских сил оказались небоеспособны по итогам полутора месяцев боев. Это 29 так называемых батальонно-тактических групп из примерно 100, которые у них были. И тут примерно те оценки, о которых мы здесь с вами говорили. Они сейчас занимаются там перегруппировкой этих войск, пытаются создать новые батальонно-тактические группы из числа военных, которые выжили в разгромленных прежних группах. Пытаются, вот мы говорили вам, что они пытаются набирать активно дополнительно контрактников, предлагаем там больше 200 тысяч в месяц платить за участие в боях на Украине, пытаются привлечь наемников туда. То есть вот из того, что есть, попалось под руку, пытаются собрать какие-то новые войска для решающего наступления. Но, тем не менее, вот один из главных вопросов, которые здесь есть по поводу вот этого наступления на Донбассе, ну, все-таки вот эти наспех собранные войска, наспех собранные, наспех перегруппированные, не очень подготовленные к вот этой битве, тот ли это материал, который сможет достичь реальных военных успехов в Донбассе против достаточно хорошо укрепленных позиций украинской армии, которая вот к этому наступлению готова. Это большой вопрос. Я думаю, что если Путин решится на серьезное наступление, а дело вот вроде как к этому идет, то мы это в ближайшее время увидим. Конечно, здесь, с одной стороны, на стороне российской армии играет тот факт, что они уже попробовали вот в эти минувшие несколько недель, попробовали себя в боях. То есть, многие из тех частей, которые в наступлении будут участвовать, они уже имеют боевой опыт и уже есть понимание о том, что украинская армия будет защищаться, что это не такая вот простая история, как они, видимо, рассчитывали катком пройтись за трое суток и всю территорию Украины взять. То есть, есть как бы из путинской стороны определенная готовность к вот этому наступлению, но, тем не менее, вот честно говоря, я очень-очень сильно сомневаюсь, что мы увидим, вот нам говорят, что Путин хочет какого-то большого успеха добиться к 9 мая, я очень сильно сомневаюсь, что этот успех, вот он прям так просматривается. Потому что ситуация с наступлением предсказуемая. Украина там оборонительные позиции готовила давно, годами. Сейчас, после отвода войск с киевского направления, была такая условная передышка, когда можно было перегруппировать силы и дополнительно подготовиться к путинскому наступлению на Донбассе. А у Путина войска потрепанные, наспех собранные, не очень обученные. Вот, честно говоря, большой вопрос, как все это там будет воевать. К сожалению, прогноз здесь неутешительный. Что поскольку Путин находится в отчаянии, мы сегодня видели всякие его идиотские комментарии, вот по итогам встречи с Лукашенко, кстати, вот кто меня спрашивает, я это комментировать не буду. Потому что я считаю неправильным, вы и так можете этого упыря увидеть много где, я считаю абсолютно неправильным здесь вот еще как-то усиливать все это, все это ядовитое, что он изрыгает, поэтому мы Путина здесь цитировать не будем, но мы понимаем одно, что он страшно уязвлен своими поражениями вот первых полутора месяцев войны, что он жаждет реванша, что он не готов вообще слушать никакие разумные голоса и намерен дальше бросать свои воинские части вот в эту мясорубку и это пекло битвы для того, чтобы хоть что-то себе там выгрозить. Скорее всего, от злобы он будет давать приказы, к сожалению, еще активнее обстреливать мирные кварталы, обстреливать гражданское население. Вот мы вчера слышали информацию о возможном применении то ли российской армии, то ли вот этими боевиками ДНР, что в принципе одно и то же химическое оружие в Мариуполе, Мариуполе, вот меня многие об этом спрашивают, это надо проверять. То есть, пока что есть такая информация, это действительно возможно, но надо проверять все это дело. Ну, короче говоря, Путин уязвлен и действительно будет атаковать. Но история стоит в том, что вот я вам перечислил факторы, которые говорят, что все для него не будет так просто. Что Украина к этой атаке на Донбасс готова, что ее позиции значительно сильнее, чем даже были в начале войны, а путинские войска потрепаны. Поэтому, к сожалению, вот что можно ожидать от этого наступления? Что это, скорее всего, будет просто адская, бессмысленная мясорубка. Без особых каких-то достижений, но с огромным количеством потерь, с новыми там тысячами и, возможно, десятками тысяч жертв, с очередными ковровыми обстрелами мирных кварталов и мирных жителей. В общем, честно говоря, вот это вот путинское уязвленное самолюбие, я думаю, что в ближайшие дни и недели, к сожалению, породит, возможно, даже еще больше чудовищ, чем мы видели за эти первые несколько недель войны. Я в этой связи хочу сказать, что вот я постоянно обращаюсь к российским военнослужащим и вижу, что многие уже занимают правильную позицию. Они либо сдаются в плен, либо просто отказываются в этих боевых действиях участвовать. И, кстати, огромное спасибо всем юристам, которые их защищают, потому что за отказом следуют репрессии, их увольняют и пытаются там даже кого-то преследовать. Огромное спасибо всем юристам, которые военнослужащих поддерживают. Но, смотрите, дело даже не в этом. Дело даже в том, что мне даже пишут некоторые, вот что мне делать. Мне грозит перспектива сейчас быть отправленным на войну, на Донбасс, в наступление. Я этого не хочу. Что мне делать? Я однозначно говорю всем российским военнослужащим, категорически отказывайтесь. Выбор за вами. Как вы видите, по как минимум сотням, а возможно тысячам военных, которые отказываются в Украине воевать, что власти с ними смогут сделать? Ничего. Силой вас никто туда не повезет. Вас могут уволить со службы, вас могут начать как-то преследовать. Но, друзья мои, согласитесь, что это относительно небольшие проблемы по сравнению с перспективой быть убитым, раненым и тем более вообще вовлеченным в преступную войну на территории мирного соседнего государства. Никогда не забывайте о том, что соглашаясь ехать воевать в Украину, вы совершаете преступление, предусмотренное в том числе статьей 353 Российского Уголовного Кодекса введения агрессивной войны до 20 лет тюрьмы светит каждому, кто соглашается ехать воевать в Украину. Ну, кроме всего прочего, безусловно, все эти вещи будут расследоваться на международном уровне. Как мы видим и по преступлениям в Буче, Бородянке, в других украинских городах, в целом, современные технологии не позволяют сохранить анонимность на войне, как это было там 80 лет назад. Все, вас всех посчитают, вас всех опознают. Все, кто поедет участвовать в этой агрессивной войне против Украины, все будут наказаны. Это, может быть, не сразу, пройдет время, но, тем не менее, вас найдут, вас достанут. Не становитесь преступниками. Проблемы, которые у вас будут в связи с отказом ехать в Украину, они, как мы видим, несоизмеримо меньше, чем риск быть убитым, покалеченным или, что даже еще хуже, это стать преступником, реально. Стать убийцей, который несет смерть, кровь, горе, разрушение жителям мирной соседней страны. Поэтому я еще раз хочу сказать всем военнослужащим, категорически отказывайтесь туда ехать. В Донбассе реально сейчас будет мясорубка. Украинцы готовы вас встречать. Они ждут вас с новым вооружением, не только с дживелинами и стингерами, но мы сейчас вот еще об этом поговорим. Все больше каждый день информации приходит о поставке новых серьезных вооружений украинской армии. Вас там ждут хорошо укрепленные оборонительные рубежи. Огромная вероятность, что вас там убьют, если вы туда поедете. Отказывайтесь воевать. Если вы сейчас смотрите нас и у вас есть какие-то родственники или знакомые, которые находятся в армии, или которые рассматривают возможность подписать контракт, объясните им это. Что их там ждут и скорее всего они будут убиты или покалечены. В любом случае они станут преступниками на территории соседнего государства, которых ждет суровая расплата, даже если они выживут. Поэтому, пожалуйста, делайте все, что можно для того, чтобы у многих из тех, кто нас смотрит, у большинства из тех, кто нас смотрит, есть родственники, знакомые, которые служат, находятся в армии, в Росгвардии, или в том числе обсуждают возможность подписать контракт и ехать на Украину по контракту, как сейчас активно зазывают путинские вербовщики. Поговорите с ними. Объясните им, что будет просто жуткая мясорубка без каких-то конкретных целей. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что никто там не надо защищать нас ни от каких ракет НАТО, все это выдумано и так далее. Говорите с своими родственниками и знакомыми и убеждайте их сложить оружие не ехать в Украину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok